Что означает приставка Pro в названии модели смартфона? Делает ли она автоматически устройство лучше собратьев по линейке? Привет, меня зовут Женя, и сегодня будем проверять, влияет ли значение Pro на смартфонах Infinix Note 40 и, как вы уже догадались, Infinix Note 40 Pro. Погнали! Наши Infinix добротные среднички. Коробки идентичные. Различаются только названием. Внутри найдем сам смартфон, блок зарядки и провод. Модель Infinix Note 40 есть только в пластиковом корпусе, в черном и золотом оттенках. Infinix Note 40 Pro можно выбрать в пластике и эко-коже. У нас на обзоре винтажный зеленый, он нравится мне больше остальных. И также можно выбрать устройство в золоте. Пройдемся по внешним различиям. Infinix Note 40 кажется больше по габаритам, но по параметрам смартфоны идентичные. Толщина корпуса одинаковая, но визуально модель 40 Pro тоньше и изящнее. По весу устройства одинаковые, но удобнее держать 40 Pro из-за мягких граней. Блок камер у Infinix Note 40 чуть больше выпирает. Экраны. У обоих смартфонов дисплей AMOLED, заявленный без рамок. У Infinix Note 40 Pro экран с загнутыми краями, и здесь действительно изображение будто разливается. Теперь по цветопередаче. Картинка 40 Pro более естественная. У Note 40 тоже все хорошо, но как будто с докрученной яркостью. Отклик быстрый, анимация плавная у обоих смартфонов. Камеры у обеих моделей по три, основная на 108 мегапикселей и еще две по 2 мегапикселя каждая. Фронтальная камера 32 мегапикселя. И прямо сейчас на обе модели я снимаю одновременно. Зацените качество. По результатам фототестов могу сказать, что оба смартфона снимают достойно, особенно при хорошем освещении. Снимки модели Infinix Note 40 Pro отличают чуть более высокую четкость и контрастность. Классная фишка, которую я еще не встречала нигде, это пленка. Это режим, который предлагает несколько шаблонов для видео по темам. Выбираете, дальше снимаете кусочки, и смартфон сам смонтирует готовое видео под музыку. Кстати, качество роликов достигает 2К. А для вечерних фото есть опция Super Night. Также отмечу трехкратный зум практически без потери качества. Теперь процессор и производительность. У обоих смартфонов чипсет Helio G99 Ultimate бодрый. Ежедневные задачи просто щелкает. А также заявлен как игровой процессор. В мобильной версии Call of Duty выдает в среднем 37 FPS. Genshin Impact 48 FPS. Это не самые высокие значения, но и наши смарты стоят меньше 30 тысяч рублей. Для этой цены считаю результаты достойными. Емкость аккумуляторов у обеих моделей 5000 мАч. А зарядные устройства разные. У Pro мощностью 70 Вт, а у Infinix Note 40 в 45 Вт. Прошка восполнит половину заряда всего за 20 минут. Сабраджа в том же режиме возьмет дополнительные 6 минут. Оба устройства поддерживают беспроводную зарядку MagCharge до 20 Вт. Но только при использовании комплектного чехла. У Infinix Note 40 8 ГБ оперативки и 256 ГБ основной памяти. У версии Pro есть возможность выбрать 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ основной. Мой совет – берите побольше. Тогда точно к работе устройства вопросов не будет. Если честно, я скептически относилась к версиям смартфонов Pro и не Pro. Потому что есть ощущение, что в некоторых линейках приставку добавляют просто для того, чтобы повысить ценник. Но в случае с Infinix мне и правда больше понравилась версия Pro. Из-за приятного корпуса, из-за возможности выбрать оперативку и естественной цветопередачи. Infinix Note 40 подойдет тем, кому больше по душе строгий и классический дизайн. Он также потянет любые повседневные задачи, игры и фотографии. Плюс у него качественная фронтальная камера со вспышкой. Так что выбор на любой вкус. Выбирайте свой смартфон и увидимся в новых обзорах. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok